Золотой возраст. Сегодня во всем мире отмечают День пожилых людей. Сегодня во всем мире отмечают День пожилых людей. Глава республики встретился с общественными деятелями, писателями, спортсменами и артистами. За круглым столом обсудили вопросы воспитания подрастающего поколения. Подробности у Дмитрия Ковалева. А ведь и не скажешь, что Вере Кузьминичне уже 95. Выйдя на сцену в 47-м, она осталась верной театру на долгие годы, став его символом. Народная актриса Советского Союза отметила, что молодежь необходимо воспитывать. Например, охуроженцев республики, ставшими известными на весь мир. Таким был и поэт Геннадий Айгия. Его стихами восторгается и сама Вера Кузьмина. Я горжусь, что вместе с ним за столом сидела. Пусть всякие Айгия не будут забыты. Я горжусь, что я чувашка одной нации с таким гениальным поэтом Айгия. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвященная 85-летию поэта. Здесь и уникальные картины, и сборники стихов. Свою недавно опубликованную книгу главе региона подарил известный изобретатель, автор более ста патентов года Нудельман. Поэзию он называет своим хобби. Вот его строки о Чебоксарах. Изменились и строй, и страна. Город вырос и стал еще красным. Ощущается это сполна в нашем будни и в празднике нашей. Когда выходил на ковер, всегда думал только о родине. Говорит чемпион Советского Союза и мира. Валерий Львов из плеяды спортсменов, который сам подготовил достойную смену. Ну, меня когда спрашивают. Валерий Львов, ты любишь бокс? Я говорю, я люблю бокс, когда я бью. Когда меня бьют, я не люблю. Гордимся нашими легкоатлетами, олимпийскими чемпионами. У нас все танцы в нашей республике талантливые, талантливые молодежь. Поддержка старшего поколения для правительства региона – приоритетная задача, отметил глава республики. Государственная политика направлена на поддержку, прежде всего, наших пенсионеров, ветеранов. Там коэффициент увеличивается. 67 тысяч вот этих решений принято, и люди, которые трудились в поте лица, около станка, в поле или, значит, в других организациях, получили эти звания. Михаил Игнатьев пообещал поддержать инициативы ветеранов. При подготовке к столетию республики местные власти будут опираться на опыт людей, которые внесли большой вклад в историю региона. Возрастной рубеж – не повод сидеть дома. Жизнь после выхода на пенсию может заиграть новыми красками. Яркий тому пример – активные чебоксарские пенсионеры. С недавних пор в семье Леонтьевых произошло пополнение. У них родились девочки-тройняшки. А еще подрастает первоклассник Дима. Сами понимаете, как приходится крутиться молодым родителям. Поэтому, когда им позвонили из комплексного центра социального обслуживания населения и предложили помощь бабушке-волонтера, они с радостью согласились. Вот эта услуга, конечно, очень сильная поддержка нашим семьям. Потому что мы, как родители, можем оставить своих детей, даже ребенка, на попечении опытного взрослого. Антонина Орлова – одна из участниц волонтерской программы «Экспресс-бабушки». Располагая свободным временем, она с удовольствием помогает семье Леонтьевых. Дима – очень хороший, активный мальчик. Очень нравится с ним проводить время. Возраст – это всего лишь цифра, уверены участницы программы. «Экспресс-бабушки» активны во всем. Они танцуют, поют, занимаются гимнастикой, осваивают современные технологии. Молодцы, у нас все доводят на концах. Погасти идет, удача ждет. Волонтер на помощь вам придет. Социальную значимость подобных проектов трудно переоценить. Что вы делаете все это с доброй душой и с добрым сердцем – это очень важно. Социальный проект уже получал поддержку на федеральном уровне. Опыт чебоксарских бабушек взяли на вооружение и в других регионах страны. Богдана Дойникова, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика. Сегодня в день добра и уважения глава Чебоксара Евгений Кадышев тоже встретился с ветеранами. Эти люди честно трудились всю свою жизнь, помогая развиваться любимому городу. Подробнее о встрече моя коллега Наталья Мальчикова. Обстоятельный разговор о делах насущных. Говорили обо всем, что волнует сегодня самых активных горожан – ветеранов. О перспективе развития города, о его благоустройстве, о здравоохранении. Причем эта встреча – инициатива самих гостей. Эти люди действительно оставили большой вклад в нашем городе, они его строили, они его развивали. Возраст абсолютно непреклонный, возраст очень боевой. Ветераны не пожилые, это активные горожане, это и экономически активная часть наших жителей, политически активная часть наших жителей. Чебоксара идет на новый рекорд по строительству жилья – 430 тысяч квадратных метров, 9 тысяч новых квартир в 16 микрорайонах столицы республики. Благодаря комплексному подходу, участию в федеральных программах по стимулированию жилищного строительства, 7 тысяч чебоксарцев по программе «Пятилетки из аварийного жилья» переехали в новое благоустроенное. Еще одно направление, которое оценили ветераны – благоустройство общественных пространств. Московская набережная, Дориспарк, площадь перед храмом Рождества Христова, преобразились совсем недавно. На реконструкции – Красная площадь. Город развивает твои грибы, так что вам большое спасибо. Спасибо. Еще одна тема – дороги. По нацпроекту ремонтируются и реконструируются участки столичных магистралей, тротуары и внутренние подъезды к домам, дворовые территории. Когда ты идешь мимо ночь построенного дома, и там во дворе сделаны все необходимые для детишек игры и снаряды физкультурные, да, все равно. Новые автобусы строительства центрального допровода в деревне Чандрово, а еще новые детсады и школы. Участники встречи делились опытом, выступали с предложениями. И, конечно же, в память о юбилее столицы и благодарность за активное участие в развитии города четверым ветеранам были вручены медали. Нотария Мальчикова Валерий Резюков, Республика. В России с 1 октября вступает в силу целый ряд законодательных новелл. Так организовывать хостелы и гостиницы в жилых домах теперь запрещено. Помещения, в которых они расположены, должны иметь отдельный вход, звукоизоляцию и, главное, иметь статус нежилых и находиться на первом этаже. Жарить шашлыки и жечь свечи на балконах – тоже нарушение закона. Курить, конечно, пока не запрещено, но если от окурков вспыхнет пожар, наказание от штрафа в 3 тысячи до лишения свободы. А выплаты при автоавариях по ОСАГО теперь можно получить по Европротоколу в максимальном объеме без вызова на место сотрудников ГИБДД. Кстати, с четвертого квартала во всех регионах увеличивается и сумма максимальной выплаты – до 400 тысяч рублей. В 2020 году в стране состоится перепись населения. 12-е по счету она пройдет в новом цифровом формате. Об этом говорили на пресс-конференции в Чувашстате. Перепись будет проходить в течение октября будущего года. Основной акцент на использовании цифровых технологий. Во-первых, для переписи населения будут использоваться не бумажные носители, не переписные листы, а будут использованы планшеты. Далее, каждый из нас может пройти перепись на портале госуслуг, имея стандартную учетную запись. Внесут изменения и в перечень вопросов, входящих в лист. Наряду с традиционными – пол, даты рождения, гражданство, язык, национальность. Появится новый – источник существования. А это или зарплата, или доход от предпринимательской деятельности, или самозанятость. Участие в переписи – добровольное. Для предстоящей переписи 2020 года предполагается принять на работу порядка 3600 переписчиков. А актуализированный список подлежащих переписи домов составляет более 262 тысяч. 12-я перепись изменит наши с вами знания о структуре российского общества и позволит увидеть главные социально-экономические процессы, влияющие на нашу жизнь. Богдана Дойникова, Бахтияр Вилеев, Республика. В Чувашии построят 8 метановых заправок. В 2020 году стартует госпрограмма, по которой Чувашия получит из федерального бюджета 320 миллионов рублей на строительство заправок с природным газом. Перевод транспорта на газомоторное топливо сейчас приоритетная задача. В Приволжском федеральном округе этой проблемой занимаются уже несколько лет. На днях в Нижнем Новгороде состоялось окружное совещание с участием представителей федерального центра. В нем участвовали главы регионов. Специалисты считают, что использование природного газа снизит стоимость перевозок на 15-25%, уменьшит выбросы вредных веществ и повысит ресурс двигателей и срок эксплуатации техники почти в полтора раза. Пока в Чувашии действует всего одна метановая заправка в районе Лапсарского проезда и несколько станций по переводу транспорта на газомоторное топливо. Инклюзивную студию арт-терапии с символичным названием «Мы вместе» открыли сегодня в 59-й Чебоксарской школе. О том, как творчество помогает снять стресс и найти общий язык Ольга Пырочкина. Проект инклюзивной арт-терапии при поддержке благотворительного фонда семьи Рыбаковых в школе существует с прошлого года. Теперь у него появилось свое специально оборудованное помещение. Здесь можно заниматься акваанимацией, создавать мандалы, лепить из кинетического песка. Арт-терапия прекрасна тем, что позволяет раскрыть в наилучшей степени творческие возможности учащихся, что не всегда возможно на обычных уроках. К тому же она быстро снимает напряжение, агрессивность, если она есть, позволяет преодолевать стремление к какому-то перфекционизму, самокритике излишней. Занятия у детей с особыми потребностями ведут старшеклассники-волонтеры, или как здесь их называют, арт-волонтеры. Мне нравится лично наблюдать за реакцией детей, как они реагируют на это все. Нравится, не нравится, да и в принципе самим интересно. Реагируют воспитанники студии по-взрослому. Снимается стресс. Красивый, очень приятный для глаз. Песочек берем и кладем на свои фигурки. Мне нравится работать, ну как помогать детишкам, чтобы у них радость на душе была, вот, и улыбка. Мне кажется, вы лукавите, ему на самом деле тоже нравится возиться с песком просто, я шучу. Шутки шутками, но не удержался и попробовал рисовать с песком, даже наш оператор. На заинтересованность взрослых организаторы тоже рассчитывали. Помогать снимать стресс здесь планируют и родители. Для них будут проводить групповые занятия и консультации. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Музыка нас связала, сегодня во всем мире отмечается День музыки. Международный день музыки отмечается во всем мире вот уже более 40 лет. Одним из инициаторов проведения его в России был народный артист СССР-композитор Дмитрий Шостакович. А было это в далеком 1996 году. С одной стороны музыка это досуг, развлечение, релакс для души. С другой у нее есть определенные воспитательные функции и она влияет на настроение людей. Хороший музыкант не только профессионально сочиняет или исполняет произведения. С помощью музыки он выражает мысли и идеи, откликается на важное событие, озвучивает свою позицию и место в обществе. Музыка, она нас людей трогает и соединяет непосредственно от сердца к сердцу. И мне кажется, это самый прекрасный вид общения. Музицирование делает просто детей умнее, повышает их интеллект. Это действительно так. Композиторы, дирижеры, певцы, работающие в разных жанрах, от классики до авангарда, постоянно напоминают нам о том, как важно беречь мировое культурное наследие. Ценить современное искусство во всех его проявлениях. Один из негласных девизов этого дня – сделаем музыку доступной для всех. В эфире национального телевидения Чувашии стартует фестиваль «Театральное привожье». Сегодня в 9 часов вечера зрители увидят спектакль «Озорная молодость» Башкирского народного театра «Корос». Это один из 28 спектаклей победителей региональных этапов среди школьных и студенческих коллективов. Каждый день в течение октября в одно и то же время можно будет посмотреть видеоверсии постановок из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской области и других регионов. Также спектакли выложены на сайте проекта «Театральное привожье РФ». Оценить мастерство юных актеров и выбрать лучшую театральную постановку смогут все желающие с помощью СМС-голосования. Полина Петухова выиграла мировой гран-при по кикбоксингу в Чехии. Спортсменка из Чувашии одержала верх над сильнейшими файтерами континента и планеты в самом жестком разделе этого вида спорта – К1. В турнире выступили 220 участников из 17 стран. Сильнейших определили во всех весовых категориях среди юниоров и юниорок – мужчин и женщин. Подопечная заслуженного тренера Чувашии Сергея Шабердина выступила в весовой категории до 52 килограмм среди женщин. Конкуренцию ей составили 11 представительниц различных стран мира. За два дня Полина провела три поединка против спортсменок из Польши, Австрии и Чехии. Во всех встречах на ринге спортсменка из Чувашии одерживала уверенную победу. Тем самым выиграла чемпионский пояс гран-при Всемирной ассоциации организации кикбоксинга. Сейчас Полина Петухова готовится к следующему турниру. В конце октября она планирует выступить на чемпионате мира по кикбоксингу в Боснии и Герцеговине. Это все новости на сегодня. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok